Дворцовый флешмоб Хотя флешмоб и был согласован с комитетом по спорту, руководство Эрмитажа выступило против зажигательных ритмов под окнами музея. Собравшимся, всего их было несколько сотен человек, пришлось разминаться и строить символы любви к Петербургу в тишине. Взявшись за руки, они вывели километровую формулу любви и уважения друг к другу. По Невскому проспекту без всякого повода пробежали спортсмены без брюк. Вообще организаторы планировали более масштабное мероприятие, но желающих раздеться в 5-градусный мороз оказали считанные единицы. Зато зрителей и фотографов около полутора сотен. По условиям забега участники должны были передвигаться по главной магистрали города без брюк и без юбок, но любые тематические костюмы только приветствовались. Поэтому на старт вышел, например, черный плащ. Как полиция появится, я как раз побегу. Я думаю, все участники, которые пришли, как полиция появится, тоже побегут. Впрочем, полиция в забеге принимать участие не захотела, так что никого не забрали. Ну, к слову, нечто подобное проводится каждый год в начале января в нескольких городах мира. Там люди без штанов спускаются в метро. В одной только Нью-Йоркской подземке не так давно было насчитано несколько тысяч не вполне одетых пассажиров. КОНЕЦ КОНЕЦ По Невскому опять бегали на гишом. Устроители эрофлэш-моба уверены, что закон не нарушали, да и сотрудники правоохранительных органов задерживать эксгибиционистов не стали. С моральной стороной акции разбиралась Наталья Бандурина. КОНЕЦ Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица? Красавица нашей столицы. Я знаю, что ни один из бледных чиновников ее жителей не применяет на все блага Невского проспекта. Два века спустя Гоголю нос утерли. Теперь иные неприкрытые части тела притягивает основная городская магистраль. КОНЕЦ Формула, она простая, главное, всегда выигрышная. Невский, полуголый человек, в итоге реклама будет удачной. Потому как обязательно найдется тот, кто это сфотографирует, и тот, кто это посмотрит потом. Купщина вряд ли это было бы как-то так сильно освещено. Здесь действительно было такое шоу, перформанс, весело. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня. Сколько вытерпит он перемен в течение одних только суток. Цитировать Николая Васильевича не стали, комментируя видео очень свободной любви. Одни все больше удивлялись, как же так, центр города. Другие расценили как пощечину культурной столицы. Нужно применять административный кодекс и наказывать таких, потому что это уже нарушение закона. Что касается еще каких-то дополнительных мер, я всегда говорю о том, что должен быть свод правил прописанный. Может быть, люди просто очень плохо воспитаны и не понимают, что можно делать, что нельзя, что такое хорошо, что такое плохо. То, что сейчас происходит, это попытка подразнить ханжей. Попытка подразнить вот ту линию общественной мысли, которая стоит за взбесившимся принтером наших последних законодательных инициатив в области нравственности. В любом случае, это неприятно смотреть. И такие акции, они дестабилизируют общество. То, что это разлагает общество, то, что это, особенно когда смотрят молодежь и дети, когда смотрят на это, то, конечно, ничему хорошему это не учат, безусловно. Закон, он молчит. Этическая сторона вопроса – дело тонкое. Однако попытки все же были. Ввести дресс-код для центра города, запретить летом ходить в шортах и топах. Но бороться с практически магическими способностями Невского – это трудно. Он будто притягивает. И даже как-то неловко повторять это за классиком. Ведь он уже все про это написал. Но определенно внес бы поправки. Носом сегодня никого не удивишь. Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту. Он лжет во все время, этот Невский проспект. Николай Васильевич Гоголь. Наталья Бондурина, Виталий Коровин и Валерия Кравцова. Последнее известие. Петербург. Традицию массовых конькобежных забегов среди любителей решили возродить в Петербурге. Накануне на льду пруда Юсуповского сада в скорости и выносливости соревновались около тысячи участников. Выйти на дистанцию 430 метров мог любой желающий, а самому возрастному участнику было 70 лет. Так как по глазам сложно определить, кто любитель, кто профессионал, то единственное ограничение, которое мы ввели, это мы запретили участникам надевать беговые коньки, которые такие с длинным лезвием, с острым. Потому что, во-первых, ими можно кого-то всерьез травмировать, а во-вторых, если человек катает в таких коньках, значит, он скорее всего конькобежец серьезный. А нам нужны именно обычные ребята, и поэтому можно участвовать на хоккейных коньках, можно на фигурных коньках, в общем, на всем, чем угодно, у чего ширина лезвия превышает 4 миллиметра. Пруд Юсуповского сада для проведения забегов выбрали не случайно. Именно здесь, в середине 19 века, был открыт первый в Петербурге общественный каток, а до революции на нем проводились различные соревнования по фигурному катанию и конькобежному спорту. Продолжение следует...